Итак, дорогие друзья, наш эфир продолжает встреча с Алексеем Орловым в программе «Моя Америка». Алексей, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Ну а теперь мы будем говорить, дамы и господа, о варварах, которые воюют с историей. До недавнего времени город Ричмонд, это столица Виржинии, был одним из самых моих любимых городов, а в этом городе моей любимой улицей была монумент Авеню или аллея монументов. Вот как назвала эту улицу Американская Ассоциация Планирования. Одна из десяти величайших улиц страны. Эта улица, аллея монументов, она занесена в Национальный реестр исторических мест и в реестр достопримечательницы Виржинии. Аллея монументов была заложена в последние десятилетия XIX века, когда в 1890 году здесь был поставлен памятник генералу конфедерации Роберту Илли. В 1907 году здесь поставили памятник генералу конфедерации Джебу Стюарту и президенту конфедерации Джефферсону Дэвису. В 1919 поставили памятник генералу конфедерации Томасу Джексону. Его называли «Каменная стена» Стоунвол Джексон. А в 1929 году здесь поставили памятник Мэтью Фонтейну Мари. Он командовал береговой охраной конфедерации. Сегодня, дамы и господа, сегодня аллеи монументов не существует. Возможно, название сохранилось. Возможно, монументов уже нет. Они убраны. Убраны, потому что они являлись собой... Здесь я процитирую корреспондентку газеты «Нью-Йорк Таймс» госпожу Сабрину Тавернайс. Они являлись собой символы власти белых. Символы власти белых. В июне-июле прошлого 2020 года убрали памятники Джефферсону Дэвису, Джексону Стюарту и Мори. Но совсем недавно, в среду 8 сентября, совсем недавно, аллею монументов окончательно очистили от символов. Убрали памятник генералу Роберту Ли. И вот что интересно. 8 сентября, в этот день, ни один общенациональный телеканал вообще не сообщил, что произошло в Ричмонде. На следующий день, в четверг 9 сентября, сообщению из Ричмонда о том, что убран памятник генералу Ли, не нашлось места на первых страницах ни одной общенациональной газеты. И отсутствие интереса средств массовой информации к случившемуся, мы с вами можем легко объяснить. Снос памятников в нашей стране стал столь обычным занятием, что это варварство. Я называю варварство. Иного слова я подбирать не могу. Это варварство перестало привлекать внимание. Кому только не сносились памятники, и не только памятники деятелям конфедерации. Снесли памятник Авраму Линкольну, который освободил рабов. Снесли памятник президенту Уильяму Маккинли, который воевал в армии Союза за освобождение рабов. Снесли памятник президенту Теодору Рузвельту, который в годы Гражданской войны был ребенком. И вот происходящее в стране, дамы и господа, часто возвращает меня к городу Санкт-Петербурга, городу, в котором я рос, вырос, и из которого я уехал взрослым человеком много лет назад, в 1976 году. Я восторгался памятниками, которые мы можем с вами спокойно назвать. Памятниками символа власти крепостничества. Символа власти крепостничества – это памятники царям, императорам, генералам. И памятники Екатерины Второй, Екатерине Великой. Он был и остается в числе моих самых любимых, хотя я в Питере не был уже много-много-много-много лет. Памятник Екатерине Второй стоит в скверике рядом с Александрийским драматическим театром. Ну, люди, которые жили в Питере, называют это театр Александринка, и рядом с публичной библиотекой. Сколько раз я сидел в этом скверике, я сосчитать не могу, но я всегда любовался этим замечательным памятником. Теперь. Екатерина Вторая олицетворяла крепостнический строй. Она награждала своих фаворитов, не только любовников, деревнями с их обитателями. Она наградила деревнями, десятками, сотнями деревей с тысячами-тысячами крепостных. Крепостные крестьяне были рабами. Я учился в университете на географическом факультете, и этот факультет располагался в бывшем дворце графа Алексея Григорьевича Бобринского. Вот в таком прекрасном здании мы учились. Алексей Григорьевич Бобринский был внебрачным сыном Екатерины и Григория Орлова. И вот когда мальчик родился, Екатерина дала ему фамилию Бобринский. Почему такую фамилию? Она подарила ему село Бобрики в Тульской губернии. Памятник Екатерины. У подножья этого памятника сидят девять ее приближенных. Все они владельцы крепостных крестьян. И я назову только одного из девяти, дамы и господа. Это не будет князь Григорий Потемкин. Мы считаем, полагаем, что он был секретным мужем Екатерины. Это не граф Алексей Орлов, не поэт Гаврил Державин. Ну, тот, кто знает Пушкина, наверняка помнит пушкинские строки. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Я остановлю ваше внимание только на одном из девяти приближенных Екатерины II. Александр Васильевич Суворов. Его прославляли в Царской России. Его прославляли в Советской России. Его прославляют в постсоветской России. Он воспет в книгах и фильмах. Между тем, этот господин Александр Васильевич Суворов в 1774 году разгромил крестьянский бунт, который вошел в историю, как Пугачевский бунт. Через 20 лет, в 1794 году, он огнем и мечом подавил восстание поляков. Восстание за независимость от России. Это восстание вошло в историю, как восстание Тадеуша Костюшка. Суворов, Суворов, символ власти крепостников. Он красуется в Санкт-Петербурге не только на памятнике у ног Екатерины II. В 1801 году ему был поставлен по личному распоряжению императора Петра I памятник напротив Марсова поля. Все люди, которые из Питера, прекрасно знают этот памятник. Вопрос, дамы и господа. Какая судьба была бы уготована в Санкт-Петербурге памятником царского времени, будь то императоры, цари, генералы, если бы кому-то в России пришла в голову мысль вычеркнуть из истории страны пороки крепостного права? Есть ли в сегодняшней России люди, которые ратовали бы за снос этих памятников? Я не утверждаю стопроцентно, что их нету. Может быть есть, но это маргиналы, и никто к ним не прислушивается. С тем, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, с войной в истории, с историей в нашей стране, я бы сравнил, я сразу предупреждаю, всякие сравнения страдают. Нет сравнений абсолютно адекватных. Тем не менее, я позволю себе сравнить действия американских ненавистников истории с мусульманскими ненавистниками истории, талибами и террористами исламского государства. Не перечесть памятников, разрушенных ими в Афганистане, в Ираке и Сирии. Громадные памятники, исторические памятники. Их эти варвары мусульманские разрушают. И у них есть отговорка. Они руководствуются религией, они борются с язычеством, они защищают истинный ислам, истинный ислам. Американские варвары, они руководствуются политикой, они ведут борьбу с властью белых расистов и защищают истинное равноправие. Истинное равноправие. У нас нет равноправия, они защищают истинное равноправие. Но между мусульманскими и американскими ненавистниками истории и культуры существует отличие. Важное отличие. Варварство мусульман абсолютно незаконно. Абсолютно. Ни в одной из стран, где они крушат памятники, нет законов, которые позволяют крушить памятники. А вот варвары, которые разрушают памятники истории в нашей стране, они действуют с одобрения властей. В частности, аллея монументов прекратила существование, повторю еще раз, наверное, название сократилось, сохранилось, но название есть название, монументов нет. Так вот, варвары действовали с разрешения и благословения правительства штата. В 2020 году Генеральная Ассамблея Вирджинии, это законодательное собрание Вирджинии, приняло закон, который позволял местным властям Горсовету Ричмонда решать судьбу памятников. Губернатор штата Ральф Нортем одобрил этот закон. Верховный суд штата отверг апелляцию города, жителей этого города, которые оспаривали в суде решение Горсовета снести памятники. Я процитирую, дамы и господа, профессора университета Ричмонда госпожу Припухалдуэль. Вот что она сказала, я цитирую эту ученую дабу. Не на память цитирую, я читаю. Когда-то памятник Роберту Ли использовался как символ расизма и превосходства белой расы. Но впереди еще много работы, расовые отношения, репарации, создания равных возможностей. Сделан важный шаг на этом пути. Итак, снос памятников это только один шаг на пути к тому, чтобы черным воплачивали репарации и чтобы, оказывается, наконец-таки черные были равноправны с белыми. До сих пор они неравноправны. Так вот, будучи профессором истории в городе, который был столицей конфедерации, Ричмонд был столицей конфедерации. Сейчас это Ричмонд, столица штата Вирджиния. Так вот, будучи профессором истории в этом городе, госпожа Халдуэй, ей следовало бы знать, что памятник Роберту Ли не был ни символом расизма, ни символом превосходства белой расы. Профессор истории, госпожа Халдуэй, должна было бы знать, что в 1856 году в письме Жене Ли назвал рабовладение порочным институтом. Эти слова Роберта Ли цитирует, ну, едва ли не каждый, кто пишет его биографии. И профессор-историк должна была бы это знать. Когда образовалась конфедерация, подполковник Ли не скрывал скептицизма по отношению конфедерации. Об этом в январе 1861 года он написал сыну Кортису. Произошедший в стране раскол Ли назвал анархией. В феврале, в феврале 1861 года Ли служил в Техасе. Техас вышел из состава Союза и Ли отправился в Вашингтон. 28 марта Ли стал полковником, был подполковником, стал полковником по личному распоряжению президента Авраама Линкольна. Если бы Вирджиния осталась в составе Союза, Ли воевал бы с конфедерацией. Но 15 апреля Вирджиния вышла из Союза. И когда три дня спустя, вот это интересно, советник Линкольна Фрэнсис Блэйр предложил Ли войти в чине генерал-майора в состав командования по обороне Вашингтона полковник Ли отказался. Он сказал, «Как я могу поднять меч против своего штата?» Он родился в Вирджинии. 20-го вовремя полковник Ли подал в отставку, 25-го приступил к военной службе в армии конфедерации. Роберт Ли был не только выдающимся военачальником, но он в числе лучших в современной истории, это знает каждый, кто изучает военную историю. Он был безукоризненно честным человеком, он был честен самим собой, с родными и друзьями, с офицерами и рядовыми. Он был любим каждым, кто его знал. 9 апреля 1865 года, 9 апреля, генерал Ли закончил войну. Он подписал капитуляцию и попросил солдат и офицеров, которые верили в него, как в родного отца, попросил их расходиться по домам и не замышлять борьбы с северянами победителями. Он полагал, Ли полагал, что с окончанием войны наступит мир. Но мир не наступил. Воевавших союзом белых мужчин лишили гражданских прав. Учрещенные победителями власти увеличили налоги на собственность, чтобы владельцы домов, ферм, фабрик были не в состоянии платить. И владельцы были вынуждены продавать за бесценок свое имущество нагрянущим северопредпринимателям. Спустя 5 лет, в 1870 году, после встречи с бывшими однополчанами, Ли сказал, я цитирую Ли, в 1870 году, это за несколько, незадолго до смерти он был президентом колледжа Вашингтона, колледж Вашингтон в городе Лексингтон, Вирджиния. Вот что говорил Ли. Если бы я предвидел, что эти люди, северяне, что они сделают после победы, я подписал бы капитуляцию. Если бы я предвидел результаты подчинения, то капитуляцию не подписал бы. Я предпочел бы умереть с мечом в правой руке бок о бок со смелыми парнями. В Южных Штатах, штатах бывшей конфедерации, дамы и господа, я живу в одном из этих штатов, я живу в Северной Каролине, Роберт Ли был и остается героем почитателей американской истории. Немногих детелей прошлого любят, чтят и уважают больше, чем генерал Ли. Неудивительно поэтому, что современные варвары, так я называю борцов с историей, современные варвары, они ненавидят его больше, чем любого другого конфедерата. И если эти варвары прогрессистского движения культуры отмена надеются вычеркнуть Роберта Ли из истории, им предстоит, дамы и господа, трудная, трудная, трудная работа. Я назову несколько цифр. В 2016 году в нашей стране было 37 памятников генералу Ли, сейчас остается 29. 79 дорог улицы Авеню Бульвары в 16 штатах носят имя Роберта Ли. Именем Роберта Ли названы 38 школ. В 8 штатах есть графство Ли. В Вирджинии, Джорджии, Луизиане и Техасе есть города, названные в честь Роберта Ли. Есть два высших учебных заведения. Ли Калыш в Техасе, Юниверситет Вашингтона или Вирджинии. Руки варваров развязаны в местах, где правит демократическая партия. Закон, позволяющий городским властям в Ричмонде решить судьбу памятников, был принят Генеральной Ассамблеей Вирджинии только после того, как большинство мест в обеих палатах этой Ассамблеи получили демократы. Также губернатор Вирджинии, который одобрил закон, демократ. Если дать волю варварам, дамы и господа, под угрозой окажутся национальный фланг и национальный гимн, потому что и национальный флаг, и национальный гимн плоды творения белых американцев. А белые американцы с точки зрения наших прогрессистов это символы власти белых. На этом я заканчиваю монолог. Дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего ради. Я вернусь вам через несколько минут и готов отвечать на любые вопросы, как на вопросы по теме, так и на вопросы, которые вы мне будете задавать, на вопросы не по теме. Оставайтесь на волне нашего радио. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». И во втором сегменте, как обычно, Алексей с удовольствием ответит на ваши вопросы, обменяется с вами мнениями, поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847-400-5200 и с удовольствием будем с вами общаться. Ну, а пока народ собирается с мыслями, Алексей, вопрос. Ну, штат Вирджиния приняли решение о том, что Генеральная Ассамблея имеет право решать и так далее. Вопрос. Только потому, что им дали это разрешение, неужели это должно было за собой понести вот такое решение, как убирать памятники с этой аллеи? Толя, движение, чтобы убрать памятники, убирать памятники, ну, я напомню вообще дату в 2015 году, если вы помните, отморозок, расист черный по фамилии Руф стрелял в Чарльстоне, это Южная Каролина, баптистская церковь для черных, негритянская. Он убил 9 человек. И в его архиве, его арестовали, нашли фотографии, он с конфедератским флагом. И конфедератский флаг был на его машине. И началось повальное, скажем так, среди ненавистников конфедератов, такие есть, люди не знают историю, они считают, что конфедерация сражалась за сохранение рабовладения, об этом, кстати, многие историки пишут, это в общем-то не имеет ничего общего с фактами, потому что конфедерация начала борьбу за экономическое выживание. Это отдельный разговор, неважно. Вот после того, что совершил РУФ, начался поход против всего, что связано с конфедерацией. Поскольку Вирджиния, штат, который долгое время был республиканским, но в этом штате в последние несколько лет, ну, скажем, 5, 6, 7, 8, 9 лет, он становится все больше и больше демократическим, потому что масса людей из этого штата, штат Вашингтон находится рядом, Вирджиния, так сказать, примыкает к городу Вашингтону с южной стороны, к северной примыкает Мэрилин. Это заселяется чиновниками, людьми, которые связаны с федеральным правительством. Ну, то, что назвал Трамп болотом. И сегодня в Вирджинии, в общем-то, в городских местах демократам принадлежит большинство, в том числе и в Ричмонде. А законодательное собрание каждого штата может принимать какие-то решения, которые нам с вами могут не нравиться, но которые нравятся большинству избирателей. После выборов 2020 года, 2018 года, я прошу прощения, обе, обе палаты законодательного собрания Вирджинии, стали принадлежать демократам. Вот и они приняли закон, чтобы удовлетворить требования, пожелания своих левых сторонников. И начался поход против памятников конфедерации. Причем этот поход усилился летом 2017 года. Мы помним, что произошло в одном из городов Шарлацвиль, Вирджинии. Там была стычка с людьми, которые защищали флаг, защищали памятник Роберту Ли. И опять-таки во время этой стычки сошлись противники и защитники. Там была антифа, там был БЛМ, все что угодно. Но опять-таки какой-то отморозок, скажем так, в машине врезался в какую-то девочку, которая участвовала в демонстрации. Ну и после этого опять-таки Вирджинии, я подчеркиваю, в штате Вирджиния, поход против памятников конфедерации усилился. Мы с вами, жители других штатов, мы не можем ничего предпринять. Более того, жители штата Вирджиния не могут ничего предпринять, если этим штатом будет заправлять демократическая партия. Демократическая партия сегодня откровенно левая, откровенно поддерживает БЛМ это движение российское. движение, российское движение поддерживает громадное количество белых американцев, в том числе белых вирджинцев. Если Вирджинии, скажем, повезет и законодательное собрание, обе палаты придут к республиканцам и губернатор штата станет республиканцем, то может быть законодательное собрание примет другой закон и губернатор если он республиканец, он подпишет этот закон. Мы можем только гадать, но пока что снос памятников продолжается. Улица аллея монументов, монумент Аминю, она совершенно прекрасна. Я по этой улице ходил, не знаю, я не могу сказать сколько раз, я в Вирджинии бывал часто. Когда я приезжал в город Вильямсбург, это столица колониальной Вирджинии, я останавливался в Вильямсбурге, я бывал в Вильямсбурге пять или шесть раз, я всегда заезжал в город Ричмонд, город прекрасный. И эта улица совершенно замечательная, кстати, в городе Вирджмонд, где находится музей конфедерации. Я член этого музея, поддерживаю его деньгами в той или иной степени, я не знаю, что будет с этим музеем в будущем. Музей располагается в Белом Доме конфедерации, там, где был Белый Дом конфедерации, где жил Джефферсон Дэвис, там располагается музей конфедерации. Что будет с этим музеем в условиях нынешней Вирджинии, я не знаю, потому что поход против истории в этом штате продолжается. Продолжается. Толя, у меня, мы с вами не можем влиять на то, что происходит в каком-то штате. Если в штате Северная Каролина, где я живу, если памятник, любой памятник находится на общественной земле, то есть не на частной земле, а на земле штатной, городской, графства, то убрать этот памятник можно только по распоряжению законодательного собрания штата Северной Каролины. У нас в законодательном собрании и нижняя и верхняя палаты, она принадлежит республиканцам. Поэтому сделать все это очень сложно. В некоторых местах убрали памятники, нарушая закон. Но убирать их в массовом порядке исключено, потому что закон штата запрещает. А закон штата Виржиния это разрешает. Толя, ну вот мы в такой стране живем, которая разделена на два лагеря и один лагерь людей, которые ненавидят американскую историю, и лагерь людей, которые уважают американскую историю. Вот такая у нас сегодня жизнь во всей стране в Соединенных Штатах Америки. Да, к сожалению. Но тем не менее, знаете, меня действительно интересует сейчас. Давайте примем звонок, а потом я задам вопрос. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, спасибо за передачу. Я хотел бы спросить немножко другого вопроса, не связанного сегодняшнего, то, что говорил Алексей Орлов. Мой первый вопрос. Не могли бы вы прокомментировать выступление Байдена вчерашнее, которое выступало в Организацию Объединенных Наций, ваше мнение? Потому что мне кажется, там было несколько моментов, когда он сказал, что они будут выделять в два раза больше помощи то, что они выделяли Европе и всем остальным странам. Что меня очень удивило, значит, мы еще будем больше печатать печатный станок с деньгами. И второй вопрос, который я хотел бы спросить. Там было что-то рассказывали по поводу Тюром, его вот этот инвестигейшн 2016 года. До сих пор что-то непонятно. Клинтон был ее лоер там и будет что-то с ним или не будет что-то с ним, до конца что-то непонятно. Если вы могли бы что-то сказать. Спасибо. Окей, оба вопроса хорошие. Значит, ну, естественно, я, вы можете догадаться, что я речи Байдена не слушал. И у меня просто нет времени слушать то, что говорит этот человек. основа его речи. Значит, мистер Байден и его команда. Вы знаете, я буду говорить администрация Байдена. Мы знаем, что он есть кукловод и еще кто-то. Но это все, что происходит, войдет в историю как администрация Байдена. Не то, как кто-то ему помогает. Администрация Байдена. Так вот, администрация Байдена считает, что нашему миру грозит что-то ужасное, связанное с климатом. То есть, Бог знает что. Грозит с климатом. Потепление страшное, изменение климата страшное. Все. И эти люди не учи. Я утверждаю, не учи. Я это утверждаю, потому что я, моя профессия геоморфолог. Профессия геоморфологии это профессия о том, как создавалась нынешний рельеф земли. И поскольку нынешний рельеф земли создавался в четвертичный период, и четвертичный период продолжается, мы с вами живем в четвертичном периоде плейстоцени. Поэтому моя профессия геоморфология пересекается с профессией геолога-четвертичника. Так вот, в истории плейстоцена четвертичного периода, в истории, было три или четыре ледниковых периодов и, соответственно, межледниковые периоды. То есть, климат менялся всегда. Он менялся не только в четвертичном периоде, он менялся за все миллионы, миллионы, миллионы лет существования земли. И человек никогда не влиял и не мог влиять. Никакого человека не было на изменение климата. изменение климата, которое происходит, естественно, оно зависит, ну, прежде всего, от Солнца, от того, как наша Земля повернута к Солнцу, Маспред. Это природное явление. Значит, администрация Байдена предлагает расходовать миллиарды, 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 бог знает сколько миллиардов долларов на спасение планеты Земля от изменения климата. это абсолютно ахинея. Это пустой расход денег. Человек на изменение климата в глобальном не имеет никакого. Так этот Байден и его администрация, они хотят не только вкладывать какие-то деньги, чтобы бороться с изменением климата в наш, они готовы помогать всему миру, в первую очередь, так называемым неразвитым странам, малоразвитым странам помогать бороться с климатом. То есть те деньги, которые они будут извлекать у нас, у налогоплательщика, они готовы еще тратить на миллиарды, миллиарды долларов на того, чтобы помогать кому-то изменение климата. Знаешь, это ахинея крупномасштабного, крупномасштабного, мирового крупномасштаба. Я не знаю, как и когда наша страна придет наконец к выводу научному, что человек не влияет на изменения, глобальные изменения климата. Мы можем влиять на местные изменения климата. К примеру, дамы и господа, я приведу к примеру. Я работал геологом Вологодской области. Там есть такая река Сухана. В свое время река Сухана была судоходна на всем ее протяжении. К тому времени, когда я работал там геологом, это конец 60-х, начало 70-х годов, река Сухана не была судоходна. Почему? Из-за малевого сплава леса. То есть, это варварство. Лес сплавляли по рекам и бревна оседали. Летом реку Сухану можно было переходить по колено вода. Естественно, естественно, была уничтожена вся рыба, вся рыба. Все, что было вокруг, было заболочено. Это было, да, это изменение климата, но это местное изменение климата. К примеру, перенесемся в Бразилию, к примеру. В Бразилии рубят леса, рубят джунгли. Естественно, это ведет к изменению климата в Бразилии, но это не имеет никакого отношения к глобальному изменению климата. Глобальное изменение климата это от солнца. Так вот, Байденовская администрация, это началось не при Байденовской администрации, это началось раньше, сейчас просто к власти пришли, ну просто варвары, узурпаторы, негодяи. Они считают изменение климата самой большой в мире проблемой и готовы тратить на это миллиарды, миллиарды, миллиарды. Вот Байден на Генеральной Ассамблеи говорил, что мы поможем всему миру, мы будем руководить то-то, то-то, то-то. Это первое. Это ахинея, это ахинея скажется на экономическом состоянии нашей страны. О, Байдена не волнуйся, что мы печатаем деньги для того, чтобы, я не знаю, бог знает, что сделать. Это стыд духа, причем то, что это происходит первым этого безобразия являются Соединенные Штаты. Это стыд всей страны, всей нашей страны стыд. Это то, что касается Байдена. Теперь я перейду ко второму вопросу. Значит, прокурор Даром, который вел расследование в Коннекуте, федеральной, по-моему, он два или три года, ну, минимум два года, он расследовал то, что произошло к выбору 2016 года, будто бы влияние Путина и влияние России, вмешательство в эти выборы. Ну, мы знаем, никакого вмешательства не было. К сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, объявление, обвинение он предъявил ни директору ЦРУ, ни директору FBI тогдашним, ни их ближайшим помощникам, советникам, он предъявил обвинение юристу, с подачи которого была запущена мулька о том, что существует какое-то досье, которое обвиняет президента Трампа и еще кандидатов президента Трампа в том, что они сотрудничали с Россией. Значит, вот этот юрист был одним из юристов помощников Хиллари Клинтон и помощников в Национальном комитете Демократической партии. Значит, то, что он запустил и то, что обсуждалось и комментировалось и то, что вменялось вину Трампу, это липа. Ну, мы знали, что это липа. Значит, этот человек, он, ну, грубо говоря, он нарушал закон, потому что он пустил липовые какие-то документы так, как будто они на самом деле настоящие, тем, самым дал толчок к началу расследования Мюллера, Шмюллера, все эти расследования. Значит, я не знаю, как будет проходить судебный процесс, будет ли вообще судебный процесс, вполне может быть, что стороны договорятся, что придут к соглашению, неизвестно, кто будет выступать свидетелем на этом процессе, свидетелем обвинения. Кстати, один из людей, которых мог бы быть свидетелем обвинения, он сейчас работает то ли в Гугле, то ли в Шмугле, то ли в Твиттере он уже приписался другим. То есть, я не знаю, к чему это дело произойдет. Тот факт, что все-таки обвинение предъявлено, это важно. Важно вот почему. Потому что конкретно предъявлено обвинение человеку, который работал на демократов, работал на Хиллари Клинтон, работал на Национальный Комитет Демократической партии. То есть, все это расследование антитрамповское было затеяно исключительно с подачи демократической партии. Мы об этом с вами знали. Ничего нового в этом нету. Новое только то, что найден объект, которому предъявлено обвинение. Какие будут последствия, я пожимаю плечами, вряд ли будут привлекать к ответственности бывших помощников Клинтон, бывшего директора ФБР, бывшего директора ЦРУ. Я не знаю, к чему все это пройдет. Но тот факт, что такое обвинение хотя бы не главному лицу, но какому-то второстепенному предъявлено, я рассматриваю положительное явление. Жаль, что миссеру дарому потребовалось два-два с половиной года, чтобы прийти к выводу, о котором мы с вами знали два года назад. Спасибо за вопрос. Да. Ну, я, так как я это вижу, если честно, посмотрим. Если это будет только начало чего-то большого, это одно. Если это будет, на этом будет поставлена точка, вот, нашли виновного, дали ему обвинение, ну, может быть, даже признают его виновным, и на этом закончат, значит, просто нашли козла отпущения, скажем так. Так что, это будет интересно посмотреть, конечно. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. У меня есть такой вопрос. Вот, после вывода войск из Аганистана, которое было страшно, неудачно, вопросы этот, на это Байден не отвечает. Он говорит о чем угодно, о вакцинах, о потеплении. Республиканцы, 26 губернаторов, сейчас написали ему письмо о границах, ни ответа, ни привета. Можно как-то его вызвать, чтобы он дал конкретные ответы. Он вместо себя послал в Сенат отдуваться Блинкена. Чем это может кончиться для него? И пора уже может с ним кончить? Значит, пока обе палаты Конгресса находятся во власти демократической партии, ну, во-первых, Байдену ничего не грозит. Президент может, президента никто не будет вызывать на ковер, даже если в палате представители, скажем, будут республиканцы или в Сенате республиканцы. Президента на ковер никто не вызовет, могут вызывать его помощников. Ну, и пока обе палаты Конгресса принадлежат демократам, то вообще ожидать чего-либо положительного. Я говорю положительного. Я республиканец, и я человек со здравым смыслом. Значит, положительно трудно что-либо ожидать. Что касается Байдена, Байден вправе вообще не отвечать ни на какие вопросы, не устраивать никаких пресс-конференций, Байден прекрасно знает, что 90%, а может 95% ведущих средств массовой информации поддерживают демократическую партию. Поэтому он может плевать на все, что угодно. Когда так называемые журналисты, какие это журналисты? Это демократы, функционеры. Когда журналисты, функционеры демократической партии поддерживают все, что бы ни делал президент, демократ, президенту вообще ничего не ожидает. Абсолютно ничего не грозит. То, что там Фокс, Ньюс Макс, еще там ООО, еще что-то выступают против Байдена. Ему на это вообще совершенно наплевать. Та же, как совершенно наплевать всем, кто ему помогает. Значит, нам нужно надеяться, молиться, чтобы хотя бы одна из палат Конгресса стала после выборов в следующем году под руководством республиканцев. Тогда, может быть, что-то зашевелится. Но Байдену ничего не грозит. Байдену ничего не грозит, кроме его здоровья, потому что у него со здоровьем явно не лады, но если его не будет, то будет Камала Харрис. Кто, по вашему мнению, лучше, Камала Харрис или Байден? Ваш выбор. Спасибо за вопрос. Да. Будущее. Есть такое. Ну, опять же, ну вот, просто, может быть, как дополнение вот нашему радиослушателю. вы понимаете, то есть, пора ли заканчивать с Байденом? Как? У вас есть какая-то идея, как можно закончить с официальным президентом, кроме как импичмент, который должен... Об импичменте забудьте, потому что импичмент начинает палата представителей, а пока палата представителей предложит демократам, никакого импичмента быть не может. естественно. Есть 25-я поправа Конституции о том, что президент могут уйти по состоянию здоровья, но опять-таки инициатором должны выступать его помощники, вице-президент, еще кто-то. Я сомневаюсь, что Камала Харрис выступит инициатором применить к Байдену, применить к ее боссу 25-ю поправу Конституции. То есть, до тех пор, пока он... Ну, Толя, его нельзя убрать. Ну, его нельзя убрать, Алексей, до тех пор, пока... Во-первых, начнем с того, что Камала Харрис не пойдет на этот шаг по-любому раньше, чем исполнится два года и один день. Вы же понимаете. Потому что ей, если она собирается переизбираться, то... Толя! Это ей просто необходимо. Толя! Толя! Значит, когда она задумывает переизбираться, демократы выберут другого кандидата в президенты, потому что они прекрасно понимают, что из себя представляет Камала Харрис. Поэтому будет она переизбираться или нет, это решает демократы, они решат, что ей не следует переизбираться. Да. В общем, короче говоря, с Байденом, я так понимаю, что до тех пор, пока действительно его, не дай бог, конечно, вперед ногами не вынесут, ну, или признают абсолютно недееспособным. Одно из двух. Так что насчет Байдена мы пока можем забыть. Теперь вопрос, ну, вот, возвращаясь, звонят люди, будем отвечать на звонки. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Антон Владимирович, призвилинга. Друзья, такой вопрос. На прошлой неделе пришло сообщение, что двое судей, панель, не весь Верховный суд, двое судей Верховного суда Северной Каролины признали противоконституционным на основе того, что он российский, закон о нашей интеграции Северной Каролины. Вопрос такой у меня. Считаете ли вы, что это решение двух судей, назначенных хотя бы, это панель Верховный суд, устоит, так сказать, дальнейшее судебное прохождение? Я не думаю, что эти, то, что решили эти два судья, устоятся, потому что после судей штатного уровня есть Верховный суд. Я не придаю большое значение тому, что эта пара судей решила. Неважно. Меня это, меня жители Северной Каролины, избиратели в Северной Каролине, меня это не очень волнует. Спасибо. Итак, что у нас? О, Алексей, у вас остается ровно полторы минутки. Прошу вас. Ну, если остается полторы минутки, одну минутку я потрачу на то, дамы, господа, чтобы еще раз про рекламировать свои книжки. Книжка «Черные рабовладельцы», которая вышла в этом году, пользуется успехом, как мне кажется. И книжка «Тень проклятия Текумсе», которая вышла в прошлом году, она есть и на русском, и на английском. Вы можете эти книжки купить как у меня, так вы можете купить их на сайтах Amazon.com и LULU.com Я рекомендую эти книжки тем, кто интересуется историей. Если вас не интересует американская история, вам незачем тратить деньги и незачем тратить время. Книжки у меня 20 долларов с почта включена. Книжки, которые вы будете покупать на сайтах Amazon и LULU, там 17 долларов с копейками, но с вас возьмут почтовые расходы и какие-то налоги. Это то, что книжки. Теперь, ровно через неделю, дамы и господа, я расскажу вам об удивительном человеке. Это человек Мэтью Фонтейн Мари. Это человек, памятник ему был пятым памятником, который был на аллее монументов и который был снесен. В отличие от четырех детелей, четырех детелей, в отличие от Джекперсона Дэвиса, Роберта Ли, Джексона и Стюарта, известных тем, кто интересуется историей, Мари мало кому известен. Между тем, это выдающийся ученый, ученый с мировым именем. И я расскажу о нем, об этом ученом Мари, я уверен, 99% из вас о нем вообще не слыхали, но вообще 99% американцев о нем ничего не знают. Выдающийся ученый, ученый, бог знает какой, всего хорошего, дамы и господа. Я встречу с вами ровно через неделю. Большое спасибо всем, кто слушал и смотрел. Будьте здоровы, будьте здоровы.